МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. С вами Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. На этот раз мы начинаем ее на улице, имя которой студенческое, до исторического материализма первоизвозное, у многоквартирного дома постройки конца 50-х годов прошлого века. Этот дом при всей его внешней обычности давно уже заслужил право войти в культурную историю России, так много в нем в разные годы жило-пережило замечательных людей отечественной музыки и театра. Не скрою одну, пусть второстепенную деталь, это мой родной дом. Но передача будет не о доме, а об одном из его прославленных обитателей. На протяжении нескольких десятилетий здесь жил один из самых знаменитых русских композиторов второй половины 20-го века Эдисон Денисов. Эдисон Денисов – легендарное имя в русской и мировой музыке. В Европе его называли Моцартом 20-го столетия. В Советском Союзе его произведения были фактически под запретом, исполнялись крайне редко, но когда исполнялись, залы были битком. В отличие от официальной, неофициальной Денисовской славы на родине, мало чем уступало по своему резонансу его славе на Западе. Но с высоких трибун его, в компании с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной и некоторыми другими, начиная с 60-х и вплоть до второй половины 80-х, неизменно громили, клеймили за формализм, авангардизм и прочие буржуазные измы. «Горик хлеб быть за границей признанным, ежели на родине хулят», – сказал поэт. И это действительно так. Вместе с тем, немного перефразируя другого поэта, скажем, что такая хула, как та, которая обрушивалась на головы Денисова и других советских сочинителей действительно новой музыки, вполне может быть признана в историческом измерении и похвалой. Кажется, многие из них так к этому и относились. Тем более, что музыка Эдисона Денисова в Советском Союзе все-таки со сцены звучала. Правда, со сцены драматического театра зато какого. На протяжении нескольких десятков лет Денисов писал музыку к постановкам лучшего советского театра «Любимовской таганки» и его вклад в грандиозный успех таких спектаклей, как «Мастер и Маргарита», «Дом на набережной», «Преступление и наказание», «Три сестры», «Весом и Ярок». Это было великолепное, историческое театральное трио режиссер Любимов, художник Боровский и композитор Денисов. Увы, судьба оказалась немилостива к маэстро. В конце 80-х все запреты на новую музыку отправились на свалку истории. К Денисову впервые пришло полноценное признание, однако наслаждаться им ему довелось недолго. В 94-м году он попал в тяжелейшую автомобильную аварию, от последствий которой так до конца и не оправился, а в 97-м умер. Он умер в Париже, который очень любил, но никогда не терял надежды вернуться в Россию, которую любил еще больше. Навестив Москву незадолго до смерти, сказал близким друзьям «Из России не уезжайте». Эдисона Васильевича давно уже, больше 20 лет, с нами нет, но его квартира, его рабочий кабинет сохраняются в первозданном виде его вдовой, хранительницей и популяризатором его творческого наследия, музыковедом, доктором Сарбоны, Екатериной Купровской-Денисовой. К ней в гости мы сейчас и отправимся. Катюша, дорогая, здравствуй. Я очень рад, что мы встретились снова в этой замечательной стоке всяких исторических следов хранящей квартиры, в частности, в кабинете Эдисона Васильевича. Он прожил жизнь не очень долгую, но при этом очень насыщенную и наполненную и трудностями, испытаниями и всякими какими-то такими жизненными противоречиями, потому что, с одной стороны, он не получал официального признания здесь, с другой стороны, он получил его и достаточно рано, и большое серьезное признание на Западе. А потом, когда как бы вот все гармонизировалось, и вот эти вот непризнания здешние превратилось уже в признание, и, казалось бы, впереди открывалась перспектива самого счастливого, самого какого-то удачного периода жизни, случилась эта страшная беда, трагедия, эта авария, от которой он так, в общем, по сути дела, и не пришел, что называется, в себя, не вернулся к нормальной жизни. И вот как ты считаешь, он считал себя счастливым человеком? И был ли он счастливым человеком? Уже на твой взгляд. Потому что это же вопрос такой очень важного самоощущения. Конечно, я считаю, что он был счастливым, и он это осознавал. По крайней мере, мы были очень счастливы, и я всегда считала его таковым. А вот это официальное непризнание, насколько оно его тяготило? Вот как-то он говорил ли он о том, что ему, конечно, хотелось бы, чтобы его слушали в России, в Советском Союзе еще, играли его вещи на лучших каких-то площадках московских и ленинградских? Или вот это вот западное признание и успех на Западе, как бы вполне это компенсировали? И опять же, ну, кроме всего прочего, было официальное непризнание, но было неофициальное, так сказать, признание. Вот как это все между собой балансировало, что называется? Конечно, ему хотелось большего успеха на своей родине. В конце жизни это произошло, к счастью. И когда я говорила о том, что он был счастлив, конечно, я имею в виду вот уже последний период, наши 10 лет совместной жизни. То есть никакие, так сказать, успехи западных, премьер, все-таки это не могли заменить. Конечно, это как родители, хочется, чтобы, например, свои собственные родители радовались, например, успехом в школе. Ну да. А тут радуются другие. Вот примерно так это было. Ну да, да. Да, хорошее сравнение. Ну, я так и думал, потому что, в общем, он, конечно, был композитор, абсолютно, что называется, русский, очень связанный с русской, при всей там своей любви к Франции, к западной музыке и все прочее, но очень связанный, уходящий корнями, конечно, в русскую почву. Он недаром и родился в Сибири. Да. Да. Между прочим, единственный человек по имени Эдисон, которого я знаю, я не знаю, существует ли еще, но, может быть, кто-то оригинальности ради когда-нибудь так и назвал. Я думал вот над такой, значит, над загадкой его имени, я понимал, что он из того поколения, когда очень много были популярны западные имена, сколько мы знаем, Робертов и Эдуардов, и знаменитых, и незнаменитых, вот из тех вот довоенных поколений, родившихся там в конце 20-х, в 30-е годы, но Эдисон, это, в общем, даже и не имя, да, это фамилия, и вот я ломал голову, пока не наткнулся на такую разгадку, она оказалась лежащей на поверхности. В книге очень вот этот вот обстоятельный его диалогов с Шульгиным, где Эдисон Васильевич рассказывает о себе, я узнал, что отец его был радиофизиком, причем таким не только невероятным энтузиастом своего дела, но новатором настоящим. Что-то он был темпе пионером телевидения, первых телевизионных передач, первая какая-то радиотрансляция травиаты, то есть тут все вообще уже как-то так сплелось, была им организована на этих сибирских просторах, и так я понял, что в честь Томаса Эдисона он был и назван. Он когда-нибудь рассказывал, вообще, так его, такое его удивительное, это его имя, его как сбавляло, да? Да, он любил об этом рассказывать, потому что вообще-то мама хотела назвать его Игорем. Так, ага. И когда отец пошел в ЗАГС оформлять метрику, мама ничего не знала о том, что, оказывается, у отца была своя идея по поводу его имени. И когда отец принес метрику, то мама увидела. Что ты говоришь? И, как он сказал, как Эдисон рассказывал, она плакала три дня. И, в конце концов, смирилась. Но что, мне кажется, наиболее, в этом, ну, не удивительным, а как-то пророческим, потому что Эдисон, Томас Эдисон, он же был невероятным изобретателем. Ему принадлежит около тысячи, кажется, патентов на изобретение, а на самом деле его изобретение вообще гораздо больше. И вот это, как сказать, этот ген изобретательства, как бы вот этим именем отец передал Эдисону. Потому что, в общем, сочнение музыки – это же то же самое. Во-первых, а во-вторых, все-таки он был и изобретателем таким в области, с одной стороны, технической, с другой стороны, это была та техника, которая позволила распространять искусство, да. И еще одно, мне всегда казалось, что отец как-то очень музыкально это все придумал. Так, Эдисон, Денисов. Одно фамилии, фамилии как будто бы звучит эхо имени. Да, действительно. Ну, видимо, он это придумал случайно, ну, по крайней мере, интуитивно. Потому что заметил это Альфред Шнитке гораздо позже уже. Что ты говоришь, да? Не в молодые годы Денисова. Ну, действительно, на самом деле Денисов и Эдисон – это анаграмма. Анаграмма, фактически анаграмма такая. В выпуске «В», ну, даже говорят, что поскольку Эдисон Васильевич, что «В» – это вот можно притянуть из отчества, и получится полная анаграмма между именем и фамилией. Ну, здесь так-то еще неизвестно. Отца, как говорится, давно нет, поэтому не спросишь у него. Он был музыкальным человеком, он был в хоре. Вот, и это я тоже, так как я это вычитал, это я тоже хотел, как бы, так сказать, добавить, что он был совершенно, при том, что он был, как теперь говорят, технарь, абсолютный он при этом был человек совершенно не чужой музыки, да? Да, конечно, потому что даже познакомились они с мамой Эдисона в хоре. Вот они обе пели в хоре. Тогда был единственный хор в Томске, любительский. И они там оба пели, то есть вот познакомились они там. То есть вот истоки рождения Эдисона, они, в общем-то, музыкальные. Но Эдисон рассказывал, что папа у него играл довольно неплохо на рояле, и в основном играл фокстроты. Так. Не классическую музыку. Ну, еще не хватало, чтобы он классическую музыку играл. Но фокстрот – хорошее дело. Ну, а теперь все-таки на физмат-то он пошел как бы по стопам отца? Физмат, потом, по-моему, перешел на мехмат, вот так вот. С одной стороны, да. С одной стороны, по стопам отца, которого он очень любил, и который, к сожалению, очень рано умер, когда Эдисону было 11 лет. И, наверное, вот это желание как бы оставаться рядом с отцом, возможно, и подвигнуло его на то, чтобы поступить на мехфак. Но склонность к математике у него была с самого начала уже в школе. Мне даже его школьный друг, дыне еще живущий, в прекрасном здравии, рассказывал, что склонность к математике у него была с самого раннего школьного возраста. Поэтому это было чем-то естественным для Эдисона. Ну а затем, когда он уже учился в Томском университете, его педагог говорил, что способности Эдисона были исключительными. К математике именно, да? Да, именно по математике. Много было студентов в Томском университете, но Эдисон был исключительный по своим способностям. И, конечно, ему прочили будущее блестящего ученого математика. Ну хорошо, а как тогда быть с Пушкиным, формулой Сальериевской, что он поверил алгеброй, гармонию? Я думаю, что Пушкин был абсолютно прав. Да? Я думаю, конечно, он был прав, но интуитивно. Угу. Вот в этом соблюдении... Но вроде как Сальери противоположность Моцарту, в смысле вдохновения, что вот он все делает сугубо рационально, умозрительно, и музыку так пишет. Я думаю, что для Эдисона самым главным в математике был тип мышления. И, естественно, когда он говорил о математике, он не имел в виду арифметику. Он имел в виду, в особенности, конечно, высшую математику. Ну да. И вот именно тип мышления математического, как ты говоришь, абстрактного, может быть, даже с характерными какими-то мистическими отклонениями. И, кстати, Эдисон часто напоминал о том, что самые большие математики были очень верующими людьми. И не только мистиками, но и верующими людьми, потому что они понимали, что в каких-то своих самых высших проявлениях математика соприкасается с какими-то универсальными понятиями. Ну да. И второе для Эдисона очень важно было то, что он называл красотой мысли. Вот эта красота мысли для него была едина и в математике, и в музыке. Суммируя как бы вот эту тему алгебры и гармонии, вот скажи мне, как вот для Эдисона Васильевича вот это вот понимание, знание точно научных закономерностей устройства, что называется, мира, как оно повлияло на его становление и на его эволюцию как композитора, как музыканта. Он очень часто говорил о влиянии математики на его творчество, на его мышление творческое. И в особенности на роль топологии. Это одна из ветвей высшей математики. К сожалению, он практически никогда не объяснял, что же, какая же связь между топологией и музыкой. И, наверное, он думал, что музыковеды не способны это понять. И он, конечно, абсолютно прав. И уже после его смерти я заставила себя, вернее, не заставила, а с большим интересом, все-таки попыталась понять, что такое топология. Я должна сказать, что так вот, мне, о ФИТе, очень трудно действительно это понять. Но, тем не менее, я изучила эту тему. И для меня тоже открылся вот этот мир необыкновенный этих пространств топологических и так далее. И я поняла, почему топология настолько была важна для Денисова. Во-первых, потому что это одна из самых абстрактных областей математики. Или, может быть, даже самая абстрактная. А музыка ведь самая абстрактная из искусства. То есть в этом они абсолютно совпадают. И потом топология заставляет мыслить пространственно. Вот о чём как раз мы говорили, когда он был совсем маленький. То есть удивительно, вот это мышление, когда он был совсем маленький, как бы нашло себя потом в изучении топологии. И эта пространственность каких-то музыкальных объектов, которые как бы живут в трёхмерном пространстве, трансформируются, модифицируются, растягиваются, по-всякому. Вот эти понятия, их находишь в его музыке. Потому что даже когда слушаешь, такое ощущение, что всё это очень пространственно. Немножко как облака, которые плывут по небу, которые постоянно меняют свою форму. И незаметно, конфигурацию. И взаимоположение. Да. И вот его музыкально-оркестровое особенно пространство, они именно так и организованы. И хотя он об этом не говорил, вот я это открыла для себя и, надеюсь, для других уже гораздо позже. Это очень интересно. Ну, вот сам он, наверное, мог бы ещё интереснее об этом рассказать. Но, к сожалению, сейчас уже немножко поздно. Ну, вот к конкретным именам возвращаясь, мы упомянули несколько имен, но не упомянули. Очень важное имя человека, сыгравшего роль в его судьбе, это Шостакович, который как тот старик Державин его заметил и далеко ещё до своего схождения в гроб, что называется, его благословил. Как это всё произошло? Один в Томске, другой в Москве. Это была довольно интересная история, даже очень интересная, потому что Денисов написал Шостаковичу письмо и приложил свои первые сочинения. Тогда он был ещё совсем молодым, это было в 1948 году, значит, ему было 19 лет. И не зная адреса Шостаковича, в то время ведь не было интернета, где можно было посмотреть хотя бы адрес консерватории, он написал «Москва, консерватория» Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу. Дошло. Письмо дошло. Мало того, Шостакович изучил эти сочинения, которые он прислал, и ответил ему с подробным анализом всех сочинений. Ну, люди были, а? Это потрясающе, потому что такой большой композитор, который был очень занят, он нашёл время и изучил, и написал. Это совершенно удивительно. Между ними завязалась переписка. Денисов, конечно, тогда уже знал многие его сочинения. В дальнейшем Шостакович посылал ему свои партитуры, дарил, когда Дессон уже был в Москве. Хотя Шостакович тогда уже не преподавал в консерватории, после того знаменитого 1948 года. Но он оставался таким ментором Денисова. И не столько музыкальным, потому что Денисов очень быстро отошёл от такого классицизма Шостаковического и Прокофьевского, но гораздо ещё в большей степени таким личным человеческим авторитетом. А Шостакович как следил за его творчеством? Да, Шостакович следил за его творчеством, и когда Денисов начал отходить как раз от этого традиционализма, Шостаковичу это было непонятно. С Прокофьевым не было какой-то такой связи, но тем больше Прокофьев и умер в 1953 году. В 1953 году Эдисон только был на его уже даже не похоронах, а на прощании с телом. Это было 5 марта 1953 года, в тот же день, что и сталинские прощания. И гроб был без цветов, не могли найти ни цветочка. Да. Всё было абсолютно. И вот Эдисон ходил на квартиру Прокофьева, чтобы с ним прощаться. Да, он очень гордился тоже этой историей, потому что вся Москва, вся улица Горького тогдашняя, это был единый поток. И Эдисон рассказывал, как он шёл перпендикулярно этому потоку, чтобы пересечь улицу, и приговаривая, смерть вашего Сталина меня не интересует, я иду попрощаться с Прокофьевым. А, что ты говоришь? Да, он очень гордился этой историей, уже тогда он был вот таким... Таким нонконформистом он был абсолютно. Да, он очень гордился. Видимо, этим он хотел показать, что для него, конечно, смерть Прокофьева была гораздо более важным событием. Ну, врандиотно тебе представил эту картину, это потрясающе просто. Ну, удивительно даже, что его никто не схватил, не стукнул. Ну, да. С одной стороны, удивительно, а с другой стороны, видимо, не стоит удивляться, потому что он был защищен какой-то такой аурой вот этой своей независимости и скорби по Прокофьеву. Может быть, люди просто подумали, что он не совсем в себе, и ему надо оставить в покое. Градиостно. Для меня Денисов долгое время специально для меня не хотел писать. Говорит, как же так? У вас много инструментов? Я напишу для ваших инструментов. Ах, если на Западе захотят сыграть, как же они сыграют? И только буквально в последний год жизни. Нет, неправда. Еще за какой-то лет за пять, за шесть до смерти, даже, может быть, и больше, он написал «Пароход плывет мимо Присну». У него был концерт. Я ему заказал сочинение для шумового оркестра. И нашел ему, я им носил книги, литературу там, всякое о шумовых оркестрах. Потом придумал, я сам стал много читать, музыка 20-х годов, то есть после революционной, авангардной музыки, шумовые оркестры, чтобы коллектив играл, там инструменты какие-то были, бычий пузырь, но, слава богу, Денисов это не использовал, потому что где бы я взял бычий мочевой пузырь, как-то проблема была. Но, оказывается, бычий пузырь можно использовать не по назначению, а вот звучит он как-то занятно. И потом еще было одно сочинение, говорит, Марк, я хочу написать флейту для моего митики, для флейтиста Дмитрия Денисова и для вас, для Варафона. И это было последнее его сочинение. Он был, очевидно, очень глубокий человек, но внешне он был закрыт. Внешне был закрыт и только дважды. Я видел его по отношению к себе совершенно открытым. Мы с женой пришли за полгода до смерти. Он приехал сюда и собирался ехать однажды в Париж, пригласил нас к себе на чай. Вот он какие-то очень теплые вещи говорил мне, говорил, не уезжайте отсюда, пожалуйста. Я спросил, вы же сейчас французский композитор, однажды я его спросил. Да, да, да. Почему, с чего взяли? Я говорю, ну, живете в Париже? Он говорит, нет, я живу не в Париже, а живу в госпитале. Вот и его музыка, Денисовская, эта музыка не для всех. В том смысле, что она обращена, может быть, не только, но прежде всего к подготовленному слушателю, который вот оценит всю сложность и оригинальность вот этих вот атональных всех построений, или все же она обращена и к слушателю, который может только на таком, на эмоциональном уровне музыку воспринять и оценить. Вот как он сам видел свою публику, своего слушателя? Конечно, сам он считал, что его музыка обращается к любому слушателю. Для него, например, было очень важно понятие света, символ света. И он всячески старался и считал, что у него это получается, внести, вложить символ света в свою музыку и донести его людям. И в этом отношении был такой эпизод очень важный для него, который, я думаю, вообще обусловил дальнейшее его творчество. Это было в самом начале 80-х годов, когда исполняли его реквием. А в реквиеме символ света очень много значит. И после исполнения к нему подошли молодые девушки, совсем, как он говорит, такие простые, даже плохо одеты. и сказали, знаете, в вашей музыке есть свет, а нам его так не хватает в жизни. Интересно, какая. И он был под сильным впечатлением вот этой фразы. Он видел, что эти девушки совершенно даже не музыканты, видимо, вообще люди далекие, скажем так, от искусства. И это для него было как бы озарением. То есть, конечно, он уже думал о свете. В реквиеме он специально закладывал вот этот символ и через религиозные тексты, через религиозную символику. То есть, он сознательно это делал. Но когда от слушателя пришло вот это эхо, откликнулось что-то, он понял, что он на правильном пути. И это ему тоже показало, что его музыка способна найти путь к сердцу, как это принято говорить, самого неискушенного слушателя. Не специалиста, не знатока. Конечно. И даже специалист иногда может быть гораздо более глухим к некоторым вещам. Все зависит от желания, наверное, услышать, не только послушать, но и услышать. И в этом отношении можно, наверное, провести сравнение с литературой. Вот, например, человек, который любит литературу, считает, что знает литературу, скажем, он знает прекрасно «Войну и мир», Достоевского, Чехова и так далее. И вот представь, его в руки попадает «Улис» Джойса или «Зеленый дом» Баргаса Ильоса. Он читает, это написано по-русски, переведено, он умеет говорить по-русски, читать по-русски, но с «Войной и миром» это не имеет никакого отношения. Там непонятно что. Персонажи перескакиваются один на другой, время сначала одно, потом другое, без всякой стыковки и так далее. То есть тут может быть только одно. Либо он хочет двигаться дальше, либо у него есть желание проникнуться этим сочинением, открыть его для себя, либо нет. Либо он закрывает эту книгу и говорит «Нет, я буду продолжать читать Достоевского и Толстого, мне это подходит». Либо он будет говорить «Постой-ка, я же уже в середине XX века или в начале XXI, если это было написано уже почти сто лет назад, а я до сих пор это не могу понять, значит, я чего-то не догоняю, значит, мне хочется это открыть». Тут, значит, уже все зависит от самого человека. Либо он хочет открыть для себя чего-то нового, либо нет. И так же и в музыке. Если мы воспитаны, если даже человек воспитан на Чайковском, на Шостаковича и Прокофьеве, и вдруг он слышит тональную музыку или там додекофонную и так далее, или еще какую-нибудь сценаристику и так далее, он может закрыться как устрица и сказать «Нет, будем слушать Чайковского, мне это подходит». Или он скажет «Постой-ка, постой-ка, а ведь мы в XXI веке, а Чайковский-то это конец XIX-го, значит, надо чему-то открыться новому. Ну, так же и музыка Денисова, собственно говоря. Если открыты уши, сердце, душа к ней, значит, есть какой-то идея. Конечно, иногда нужно сделать усилие, интеллектуальное усилие, но это с любым искусством так. Конечно, усилие усиленно делать. Единственное, что мне кажется, вот твой пример, он не совсем корректен, потому что все-таки ты взяла переведенную, переводную литературу. Все-таки переводы, они разные, но... Украшусь, возьмем Пелевина. Нет, а я другое. Я думаю, ну, Пелевин все-таки, я считаю, что он еще как-то в том, в котором он занимается, он до уровня Дениса еще не дошел. Но, вот почему я делаю эту оговорку, потому что я прочитал вот в этих его диалогах, что он любил Хлебникова. И вот тут, я думаю, вот это вот какая-то параллель, вот она очень, мне кажется, такой тонкой и важной. Вот это вот заумь, в которой вместе с тем она вдруг открывается какой-то своей совершенно такой гармоничной звуковой наивности. какой-то непонятный, наверченный из звукосочетаний образ, который на самом деле вдруг в твоем воображении совершенно, как бы так сказать, что называется, материализуется и ассоциации возникают совершенно такие, что называется, реалистические в лучшем смысле слова. Да, да, конечно, можно провести параллель с Хлебниковым. Дело в том, что вообще в музыке 20 века постепенно и сейчас еще больше существует такая тенденция, что уже композитор не сочиняет с помощью, скажем, звуков, а как бы сочиняет сами звуки. То есть уже мы не ищем в музыке мелодии наподобие Чайковского или даже Шостаковича, а мы любуемся и наблюдаем сам звук и звукосочетание. Конечно, в литературе, может быть, это началось раньше, с символистами и так далее. Да, да. Уже там или Смолярме, например, и так далее. Ну, а в музыке несколько позже, но в принципе вот эта вот тенденция к созданию звукозвучности и звучностей, конечно, она очень велика в 20-м веке, особенно в конце 20-го века и сейчас еще. Все это началось примерно с середины 20-го века, с авангарда сначала западного, потом нашего. Что такое для него была работа для театра? И прежде всего, он не только работал для Таганки, но тем не менее, и, конечно, вот его работа с Любимовым это совершенно особая история, не только, как я понимаю, в его жизни, но просто вот такого действительно ведь там такая сложилась триада, что называется, Любимов, Боровский, Денисов. И это останется все, что называется, в истории театра и его вклад в такие спектакли, как и «Мастера Маргарита», «Дом на набережной», «Присупление и наказание», «Три сестры», мои любимые с его замечательной музыкой. Для многих композиторов действительно работа для театра, для кино, это был такой отхожий промысел, они могли делать это блестяще, но они никогда это, как бы так сказать, для себя не держали, что называется, как свое какое-то кредо художественное. А здесь, мне кажется, это все-таки особый был случай, или я ошибаюсь? Во-первых, Эдисон очень любил работать с Любимовым. По двум причинам. Любимов прекрасно чувствовал музыку во спектакле. Любимов давал ему карт-бланш, то есть полное видение музыки, то есть он ему доверял. И вторая причина это то, что у Любимова был этот антураж социально-политический, литературный, театральный, который Денисову очень нравился. Он любил общаться в этом кругу. Несмотря на это, он всегда считал свою музыку для кино и театра как музыку, не как халтуру, а как музыку для зарабатывания денег. Как это называется? Для заработки. Прикладную музыку. И он никогда не смешивал ее ни в композициях, ни в своей голове с музыкой серьезной. Для него это были совершенно две разные стези. и он не считал серьезной и вообще какой-то вообще многозначащей свою музыку для театра и кино. Он всегда это говорил. И однажды он даже сказал, не дай бог, кто-то начнет изучать мою кино или музыку или театральную. То есть для него это была вот чисто прикладная музыка, которая вообще не стоила внимания. При том, что есть страницы просто великолепные. он любил некоторые фильмы со своей же музыкой. Да, Идиан Римоши и безымянная звезда. Вот эти фильмы он особенно любил. Там прекрасная музыка. Не можем, что мы, Катя, напоследок не поговорить о личном. Правда? Потому что ваша личная история любви с Эдисоном тоже уникальна. Как вы встретились? Как это вообще произошло? Мы встретились абсолютно случайно. Я училась в Гнесинском институте. Сейчас это Российская Академия Музыки. Я училась как теоретик, но вообще-то я хотела стать композитором. И, конечно, очень интересовалась современной русской музыкой, в частности, Денисовым. И когда в начале года это было на первом курсе, значит, это было в сентябре 1986 года, он пришел к нам в институт, чтобы рассказать о своем творчестве, мы, конечно, всем курсом теоретиков пошли на эту лекцию. А это имя для вас много значило уже? Я уже знала это имя, я уже ходила на какие-то концерты, тогда я помню, исполнялось в начале 80-х еще годов, исполнялись его оркестровки циклов Мусоргского. И я совершенно не знала этого имени, и одна подружка моя сказала, что Дессон Денисов и Альфред Шнитке это самые выдающиеся на текущий момент московские композиторы, их надо обязательно слушать. и когда он к нам пришел, я шла, так сказать, специально, чтобы послушать его рассказ о творчестве и так далее. И я сидела на последнем ряду, и в конце его лекции я спросила, по-моему, какой-то задала вопрос, что вы пишете сейчас, пишете ли вы что-то, потому что он говорил о премьерах, мне было интересно, а вот как премьеры прошли, а вот что он сейчас уже ничего не делает, просто радуется премьером, вот он сказал, что начал какой-то новый концерт, по-моему, и только потом я узнала, что он, оказывается, меня заприметил на этом последнем ряду, естественно, я понятия об этом не имела, и все высматривал, в течение всей лекции он высматривал, есть ли у меня на пальце обручальное кольцо, и говорил себе, ну, если кольцо уже есть, то я пропал. То есть это была такая любовь с первого взгляда с его стороны. Да, я, конечно, абсолютно в этом не подозревала, а в конце лекции он нас всех теоретиков пригласил на просмотр видео его оперы «Пена дней», которая тогда в том же году, в 86-м, была поставлена в Париже. Он, конечно, очень гордился, и он нас всех обязательно позвал, и мы пришли, опять же, всем курсом, и тогда уже после вот этого просмотра он сказал, что он в каждую субботу проводит занятия у себя дома для всех желающих, и как-то очень настойчиво приглашал меня пройти. Ну, и тогда уже я пришла, и как-то потом меня пригласила в театр. Ну, он вот тебя как-то с самого начала так обаял, как человек, как мужчина, я не говорю там, обязательно о любви с первого взгляда, но... Или так он для тебя оставался таким великим композитором? Ну, он, конечно, был для меня великим композитором, естественно, но он был очень харизматичный, и случайно женщины обращали на него внимание, женщины очень любили его, интересовались им. Конечно, он был очень харизматичным и очень энергичным. Да. То есть в нем была такая энергия, которая просто излучалась, как вот какая-то солнечная энергия, которая заражала, и как магнит притягивала к себе. Он по улице не ходил, он бегал. Да. При том, что он не бежал, это был не бег, но его динамизм такой, он чувствовал. например, очень быстро говорил и чувствовалось, что мысль его просто тоже не идет шагом, а вот летит. И это, конечно, очень привлекало. Естественно, я всегда очень интересовалась вообще всем интеллектуальным, и поэтому такая вот интеллектуальная энергия тоже меня очень привлекла. но я, конечно, не могла представить, что он может испытать ко мне какие-то чувства, потому что я считала себя такой молодой студенткой, которая еще ничего не знает. Разница, все-таки, поясним, для публики приличная была в возрасте. 37 лет. Вполне серьезная, даже по нашим временам. Даже по нашим временам. Ну, хотя, как ни странно, среди своих знакомых вижу эту разницу и даже гораздо больше. Ну, и потом надо еще вспомнить, что он всегда выглядел значительно моложе своего возраста. Да, конечно. Значительно моложе. Когда вот ему исполнилось 60 лет, я помню, ему пришло на почту, кажется, извещение или телеграмма, и он пошел ее получать на почту. А на почту его хорошо знали, потому что часто приходили какие-то ноты, книги и так далее. И женщина, которая выдала ему телеграмму, она ему сказала, ой, вас поздравляют с 60-летним, они ошиблись, вам же 50. Замечательно. Когда читаешь его и о нем, то потрясаешься, поражаешься его погруженности. Ну, вместе с тем, я знаю, внешне он производил впечатление такое человека отрешенного, когда он вот выходил, он шел по улице с этими руками, как он любил ходить, с заложенными за спину. Очень стремительно, совершенно очевидно, он все время жил в каком-то своем интеллектуальном процессе, но вместе с тем, я знаю, прежде всего, благодаря своей жене Флоре, которая дружила с тобой, и дети наши дружили. Я знаю, что он человеком на самом деле был теплым, и что он безумно любил своих четырех детей. Вот, даже неизвестно, кого из них больше, потому что я, это уже я до тебя. Я знаю, что он Митю своего обожал. Конечно, родительская любовь это не как тортик, который можно разрезать, и у кому-то может не хватить, или у кому-то больший кусок. Родительская любовь тебе хороша, что она любит тебя. Да, 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 всем действительно хватало. И опять же, это его отношение с его беспородной собакой, скажем, всегда только он гулял. Нет, ну иногда Митику я видел, и тоже свидетельствовала о каком-то вот этом душевном тепле. И, честно, у него у него было всегда в порядке, с Флорой он обожал чего-то перекидываться какими-то шутками. Так что на самом деле вот такой, повторяю, образ такого творца Гофмановского плана, он был внешний, а внутри там было много чего другого, да? Я не был человеком обычного, ничего человеческого, ничего человеческое ему не получило. Абсолютно. Скажи, он тебе что-нибудь посвятил из своих сочинений? Да, он посвятил мне сочинение, которое называется «Женщина и птицы». Неплохо, да, замечательно просто. Вот, с аллюзией на картины Хуана Миро. У него есть тела-серия «Женщина с птицами в лунном свете», днем, ночью и так далее. У него есть такая композиция «Женщина и птица». А он к тебе относился, или он к тебе как к коллеге? Потому что, по-моему, он тоже вот это вот исповедовал такую брамсовскую философию, что скорее мужчина родит ребенка, чем женщина напишет хорошую музыку. Да? Он считал, что женщина не может быть композитором. Он называл их композиторши. Вот, упирая на... Аж в Убайдули, ну, скажем, он тоже не считал композитором? Ну, нет. Мы можем потом этот кусок вырезать, если это самое, но... Нет, Сонечке, как он называл Сен-Думанского, Сонечка. И, нет, он уважал ее творчество, вполне серьезно к ней относился. Вот, единственное, что он говорил, что женщина, когда она начинает писать музыку, она становится некрасивой. Вот этим он меня пытался отвадить от написания музыки. Замечательно. Замечательно. Ну, не могу не вспомнить эту страшную аварию по пути из Рузы. Это 94-й год, лето 94-го года. И я знаю, что вы даже как-то не попытались, хотя явно был виноват водитель этой машины, другой, выехавший на встречную полосу, но вы как-то даже не попытались с ним ни в каком виде свести счеты, да? Да. Это что такое? Христианство в чистой воды или что? Нет, просто Эдисон не хотел возвращаться к этим событиям, он хотел их забыть, как можно дальше отойти от них, ему не хотелось как бы снова в это окунаться. Ну, и потом, главное, это было, конечно, его здоровье, и никакой бы юридический процесс не вернул этого здоровья, поэтому... И ведь казалось, что он выкарабкался, потому что действительно организм-то был такой сильный, Да-да, поначалу он выкарабкался, но все-таки его организм, эта авария сильно подкосила, и поэтому развился рак, который видимо... А я его костыли донашивал, представь себе, ведь потом Митька сломал ногу, вот, а потом я сломал ногу, и я донашивал, их тогда было тут у нас не достать, вот такие у нас до сих пор ходили такие, были в ходу такие костыли, как это самое, как солдаты с фронта возвращались, и они были вдобавок чрезвычайно вредные, потому что они натирали тут подмышками, а вот эти легкие такие костылечки с этой вот опорой, серенькие, я их донашивал, потом Митьки вернул. Представляешь, так что у меня тоже что вспомнить. А теперь, знаешь, вот такой вот вопрос, что такое для него была Россия, вот в чем она для него как-то вот концентрировалась? Он очень любил природу. Природу, да-да-да. Это, наверное, у него было сибирское, потому что он родился в Томске, и лето они часто проводили на томи, и купались, и в лес ходили за ягодами, за грибами, зимой они катались на лыжах, переезжали этот дом на лыжах и так далее. То есть единение с природой было вообще для него очень важно, как такой источник, из которого он постоянно подпитывал свою энергию. И поэтому он очень любил ездить в Рузу, в Дом композиторов, особенно зимой, катался на лыжах там каждый день. И вот эта прогулка на лыжах по заснеженному пространству, конечно, для него это было как медитация, как такая творческая медитация, потому что он любовался этим заснеженным пейзажем, замерзшей рекой, и это давало ему какие-то впоследствии музыкальные образы. То есть зрительные образы рождали какие-то музыкальные идеи. Я еще где-то у него вычитал, в Рузе действительно, особенно в те времена, снег и до марта, и до апреля лежал, я где-то вычитал, что вот когда в апреле бывали такие жаркие солнечные дни, он куда-то на лыжах уходил в глубину, ну там лес замечательный когда-то был, сейчас это много из этого, к сожалению, погибло из этого леса, и там раздевался по поясу, сидел, загорал. Он, конечно, удивительный человек, удивительный, и вот в частности вот в этой своей связи с Россией, с русской природой очень, по-моему, глубокой. Для него было важно русское музыкальное творчество, мы об этом практически не поговорили, но он молодым еще ездил на Алтай и собирал вот в экспедиции были так называемые фольклорные экспедиции, он собирал, записывал песни, и это может быть показаться странным, но в его мелодике, в интонационности его музыки эта вот русскость, она запрятана, потому что если вот развернуть вот эти все мотивы, их медленно пропеть про себя, то становится совершенно очевидным, что там заложен просто вот заложена русская интонация, буквально в первозданном виде и даже она не часто а тональная вот эта вот интонация музыкальная. но когда мы говорим, мы разве говорим в тональности, вот, то есть это даже не пение иногда, а даже вот разговор, и, кстати, об этом говорят о том, что язык слышится в музыке, в инструментальной, например, у Брамса или у Баха немецкий язык и так далее. Об этом говорят многие исполнители. Я это прочитала уже гораздо позже, чем общалась с Эдисоном, но и вот у него как раз вот эта русскость заложена в интонационности на этом уровне, то есть на каком-то клеточном, молекулярном уровне в его музыке. И это парадокс, потому что его обвиняли в западничестве, в использовании буржуазных техник, а на самом деле вот эта русскость, она проявилась в неком абстрактном, конечно, аспекте, но тем не менее она проявилась вот таким образом в его музыке. И она вся, вся его музыка, та, что мы теперь знаем, его такой вот выразительный язык, основана на этих интонациях. Катя, а почему не в России похоронили? Я считаю, что Франция, во-первых, она была первой страной, которая признала его во Франции, у него были его первые успехи, в частности, его кантата «Солнце инков» прозвучала во Франции. Во Франции же он как бы заново родился после этой страшной катастрофы 1994 года, то есть он второе, можно сказать, крещение, второе рождение было во Франции, поэтому вполне естественно, что Франция приняла его свою зельцу и сердце, вторая родина. Конечно, это было вполне естественно. И потом это вот такая возня, чисто такая хозяйственная возня, я думаю, ему бы было неприятно, связанная с переездом, перевозом тела. Зная Эдисона, мне кажется, вот такая суета была бы ему неприятна. Последний мой вопрос, как живет и память о нем, и исследование его творчества, много ли его сейчас исполняют? Исполняют относительно мало, но, как и многих других современных композиторов, эту музыку надо учить, эту музыку надо репетировать, все упирается в финансы, конечно, и часто именно это является препоном для исполнения. Но, к счастью, у него много камерной музыки, вот камерная музыка исполняется довольно много, регулярно. Конечно, я стараюсь делать все, чтобы его музыка исполнялась как можно больше, и я должна сказать, что буквально вот две недели назад его последняя опера «Четыре девушки» была исполнена в концертной версии в Монте-Карло на фестивале, как это называется, «Весна искусств». «Весна искусств». Вот, то есть, такая премьера. А полтора года назад в Томске на его родине была поставлена его ранняя опера «Иван-солдат», хотя это была студенческая постановка, но, собственно, это очень символично, потому что в Томском университете, где он учился, есть вокальный факультет, именно студенты этого факультета. Ну и там вообще, насколько я знаю, какой-то культ существует, Денис, «Весна искусств». Да, 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 там есть колледж, где он учился в своё время, музыкальная школа, это была сейчас, это колледж имени Денисова, то есть там, да, там центр Денисова, где собираются материалы и так далее. Ну и постоянно идут публикации, вот последняя публикация буквально на этой неделе, это переписка Денисова со Слонимским, Сергеем Слонимским, ныне живущим ещё композитором. Ленинградским композитором. Да, это издательство «Композитор» в Санкт-Петербурге издало эту книгу. Лично я написала монографию на французском языке, которая вышла два года назад. Ну, я, конечно, написала тоже о нём книгу, книгу воспоминаний, которую назвала «Мой муж Эдисон Денисов», чтобы было понятно, кто написал и о ком, сразу всё ясно. Ну и, конечно, у меня есть несколько, много даже идей по следующим публикациям по его творчеству. Замечательно, действительно, вот как-то с тобой разговаривали, я вспоминал, действительно, это была светлая личность, помимо того, что это был великий композитор, который, я уверен, останется его музыкой в вечности. И спасибо тебе за этот, по-моему, замечательный просто разговор. Спасибо тебе. Спасибо, мои дорогие. Я заканчиваю эту передачу на том же месте, на котором её и начал. У подъезда дома, стены и ступени которого хорошо помнят Эдисон Васильевич на протяжении многих лет и совсем молодого, и, впрочем, немолодым, почтенным старцем ему так и не суждено было стать. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности», который на этот раз был посвящен выдающемуся русскому композитору Эдисону Денисову. А собеседницей моей была его вдова, музыковед, доктор Сарбоне, Екатерина Купровская-Денисова. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся через неделю. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ